Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава первого послания Иоанна, читаю для библейского портала экзегет свой собственный перевод, и в пятой главе есть один такой маленький сюрприз, это самое известное расхождение между рукописями во всем Новом Завете. Но это не главное, что в этом послании содержится, даже не главное, что в этой главе. Главное, что было у нас в четвертой главе, это любовь, Иоанн там без конца повторяет это слово, возлюбленная, любовь, любить, любит, любящий, и снова, и снова, и снова. И вот в пятой главе он как будто хочет уточнить, ну, мы можем, конечно, говорить, я люблю Бога, я люблю своего брата, вот, а сколько ни говори, любовь, больше любви не станет, как по известной пословице про халву. Как мы распознаем, есть ли вот любовь как действие, как реальность, или это только слово красивое. Всякий, кто верит, что Иисус есть Христос, рожден от Бога. Вот, кстати, достаточно простой критерий. Люди спорят о том, какие христиане там еретики, какие не еретики. И для Иоанна все просто. Признаешь Иисуса Христом, Спасителем, Мессии, вот уже наш. И кто любит родителя, любит рожденного от Него. И если мы любим Бога и исполняем Его заповеди, то знаем, что любим и детей Божьих. А вот здесь немножко другая логика. У нас было в предыдущей главе, кто любит брата, любит Бога. Так мы узнаем, что он любит Бога. А здесь, кто исполняет заповеди, тот любит Бога и любит детей Божьих. Вроде бы обратная логика, но все идет в одном пакете. Можно с этой стороны посмотреть, можно с той. Исполнение заповедей есть любовь на деле. В том и состоит Божья любовь, чтобы соблюдать Его заповеди. А заповеди Его не тяжелы. Все, что рождено от Бога, побеждает этот мир. И наша победа, уже одержанная над этим миром, вера наша. Вот мир нас окружает. В те времена это мир довольно жестокий. Римская империя с ее преследованиями христиан, с ее гонениями и всем остальным. В чем может быть наша победа? В том, что мы всех покрошили мечами. В том, что мы всем навязали свою волю. В том, что мы отбились от врагов. Это наша вера. Казалось бы, вера это что-то глубоко внутреннее. Вот и наша победа внутри нас. Внешне, может быть, вообще ни в чем не проявляется. И кто же побеждает этот мир? Тот, кто верит, что Иисус есть Сын Божий. И Он, Иисус Христос, пришел в этот мир, пройдя через воду и через кровь. Да, не только через воду, но и через воду и кровь. И свидетельствует о том Дух. И Дух и есть истина. Вода — это крещение, а кровь — это распятие. И Иоанн подтверждает, что есть вода крещения, есть кровь распятия, и то и другое очень важно. Недостаточно верить, что Иисус лишь крещеный, Мессия, совершивший этот обряд. На самом деле, довольно известно еще и до его прихода. Обряд омовения, очищения, посвящения себя Богу. Но распятие, прежде всего, свидетельствует о том, что Он действительно себя отдал за нас, за искупление наших грехов. «Трое есть свидетелей — Дух, вода и кровь, и эти три свидетеля сходятся». Вот оно, место с расхождением, потому что в одной средневековой поздней рукописи сказано также, что и трое есть на небе — Отец, Сын и Святой Дух. Это, конечно, добавление, которое выглядит как комментарий. В древних рукописях его не было совершенно точно, нет ни одной древней рукописи, в которой это бы встречалось. Но, тем не менее, это естественный для христианина комментарий. Итак, «Трое есть свидетелей — Дух, вода и кровь». Дух — это то, что мы видим не просто какие-то явления обыденной жизни, но мы видим действие Духа Божьего в жизни Иисуса. Иоанн видел лично, вероятно, а мы, может быть, по рассказам это воспринимаем. В жизни общины Иисуса. Вода крещения, кровь распятия или, соответственно, кровь мучеников, которые погибают за Христа. И вот это все действительно нам показывает, что это истина. Так пишет Иоанн. То, что некоторая параллель — это Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Да, так, естественно, подумать, но, строго говоря, в тексте об этом не сказано. Он говорит об Отце и Сыне и Духе, и об этом много здесь говорится, но понятие «Троица» здесь в оригинальном тексте все-таки не вводится, как некое законченное богословское учение. Итак, «Дух, вода и кровь» — и эти три свидетеля сходятся. Мы принимаем и свидетельство людей, но Божье свидетельство больше. Оно в том, что Бог свидетельствовал об Иисусе, как о Своем Сыне. Кто верит в Сына Божий, его хранит это свидетельство в себе самом, а кто не верит Богу, тот его выставил с жилцом, ведь он не поверил в свидетельство, которое Бог дал о Своем Сыне. Вот каково это свидетельство. Бог даровал нам жизнь вечную, это жизнь Его Сыне. Кто принял Сына, принял и жизнь, а у кого нет Сына Божьего, нет и жизни. Ну и опять вот это очень жесткое разделение у Иоанна на свет и тьму, плюс и минус, любовь и ненависть, и все на одной стороне только находится. Все это я написал вам, чтобы вы знали, у кого есть жизнь вечная, у тех, кто верует во имя Сына Божьего. И вот насколько же мы можем быть смелы перед Ним, с чего не попросим, у Него по Его воле Он выслушивает нас. Не сказано всегда исполняет, но выслушивает. И раз мы знаем, что Он выслушивает любые наши просьбы, то знаем, мы уже получили, чего просили. То есть, может быть, мы не получим этого прямо в момент, когда мы попросим, но знаем, что вот в какой-то высшей, большей реальности, да, получим. А если кто увидит, что брат его согрешает, но не тем грехом, который ведет к смерти, пусть попросят о брате, и будет тому дана жизнь. Это сказано о тех, кто согрешает несмертным грехом. Бывает и смертный грех, чтобы просить о таком человеке, я не говорю. Всякая неправда есть грех, но грех бывает и несмертный. Мы не знаем, о чем здесь идет речь. Что за смертный грех? Ну, понятно, что потом появятся их перечни. Вероятно, вот при этой жесткой такой дихотомии, при делении на свет и тьму у Иоанна идет речь о грехе, когда человек отсекает себя от Бога. Когда человек, ну, я бы сказал, отказывается от веры в Иисуса, да. Я не знаю, как точно Иоанн это формулировал, но, по крайней мере, вот он говорит о том, что да, грехи возможны, и призывает к солидарности, к молитве за согрешающего. Мы знаем, что всякий, кто рожден от Бога, не грешит. Рожденный от Бога хранит себя и луковый не прикоснется к нему. Мы знаем, что мы Божьи, а весь мир погряз во зле. Мы знаем, что явится Сын Божий, что Он даровал нам разумение, познавать, что истинно. И мы на стороне истины с Сыном Его Иисусом Христом, а Он есть истинный Бог и жизнь вечная. Вот еще раз он как бы подводит итог основным мыслям своего послания. И заключающая такая реплика. Дети, остерегайтесь идолов. Так неожиданная концовка. И для чего это? Но, очевидно, идолы то, что не истинный Бог, то, что легко принять за настоящего Бога. И на самом деле это фальшивка, обманка. И, может быть, после такого речитатива, как хлесткий такой, почти лозунг вброшенный читателю, это должно запомниться. Ну вот на этом заканчивается первое послание Иоанна. Существует еще второе и третье. Они совсем маленькие и, по сути дела, говорят о том же самом. Иоанна. 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 Продолжение следует...